Всем привет! 30 марта 2021 года. Решил немного покататься. Проезжаю по Тургеневскому мосту. Вижу, кладут асфальт. Запах такой специфический. Вот. Первая сцена, наверное, посмотрим на Орлик, как там лед растаял, не растаял. А дальше там посмотрим, что снимать. Погода сегодня нормальная. Может быть плюс 6, так плюс 7. Альберт-отель. Проезжаем. Виднеется собор Михаила Архангела. Правее возьмите немного. Классно, лед растаял. Ну, почти. Но ветерок такой прохладный дует, надо сказать. Не особо комфортная погода. Для покатушек. Однако весна есть весна. Скоро станет уже совсем тепло. Давайте посетим базу на улице Карачевская. Она иногда называется базой на Панчука. Но скорее, правильнее было бы ее, наверное, назвать базой на Карачевскую. Карачевская, напомню, это бывшая улица Сакка-Иванцити. База эта расположена между остановками трамвая улицы Панчука и соляным переулком. Ну, я заехал просто посмотреть, какие тут магазины, фирмы работают. Потом, может быть, понадобится что-то приехать, купить, посмотреть. Ну, и вам тоже. Довольно много здесь магазинов, когда в торговле занимался. Тут даже оптовые склады были. Мир замков, например. Ну, а вот что сейчас? Вот мир дерева, вижу склад. Двери. Ботовая техника. А что здесь сейчас располагается, видите сами. Обои. Семенная компания. Игрушки. Вот, кстати, тут куклы есть. Продаются всякие, ну, игрушки. Фабрика весна. Вот там куклы такие интересные. Ну, можно так походить, что-то для себя посмотреть и выбрать. Ну, еще игрушки. Втором этаже. Там склады. Не знаю, стоит туда ехать? Нет. Не, не поеду. Мастерская газовичок. Мастерская газовичок. Ага, теплицы. Ага, вот до этого из куклы. Народные теплицы. Техноэконом. Помню, тут конфискатами раньше торговали. Может, это теперь и есть техноэконом? Да, дорога, конечно, не очень. Яма на яме. База на Панчука. Я погуглил, так она называется. Народное такое название. Хотя Панчука отсюда слева довольно далеко. А вот Карачевская, она же бывшая сакка и ванцетти. Прямо по курсу. Мир дерева. Велоспеде хорошо снимать. Лучше, чем когда пешком идешь. Но это при условии, что дорога гладкая и держишь телефон ровно. Раньше, когда снимали кино, на тележках оператор ехал. Что-то там по рельсам, что ли. Так. Все посмотрели. Выехали на Карачевскую опять. Школа изобразительных искусств и ремесел. Музей велосипедного спорта. Извиняюсь за качество съемки. Я тут на дороге. Особо снимать смысла нет, поскольку это все можно увидеть в панорамах Википедии. Ой господи. Яндекс карта. Так. А вот, кстати, соляной переулок. Там Комсомольская площадь. А это храм адвентистов седьмого дня. Карачевская 96. И это уже улица Садово-Пушкарная. Дом выселенный. Изготовление памятников. Так. Это филиал Сбера на Щепной площади. Элитные квартиры. И банк. А, вот еще. Хотел снять что. Вот смотрите, ни много ни мало, да? Космический завод. Градо-Агро-Эко-Рум. Космический завод. О, куда. Приехали. В обычной советской пятиэтажке. О, нет. Шести. В общем, пятиэтажка, но цокольный этаж. Кто знает, что это такое, почему называется космический завод, пишите в комментариях к этому видео. Космический университет, опять-таки. Как много организаций здесь. А это известный магазин Охотник. Товар для охоты и рыбалки. Рядом с Щепным рынком. Вот и сам рынок. Торговый комплекс на Щепной. Внутри не пойду, а мимо проеду. Дом мебели. Так. А собаки ленивые, даже не лавкают. Пригрелись на солнышке. Так. Торговый комплекс. Торговый комплекс. Рынок раньше был, конечно, в советское время приличный. А сейчас вот что есть. Пожар на нем был. Не помню в каком году. Восьмом, что ли. В 2008. Ну, такая, я бы сказал, вялая торговля. Много свободных мест. Вот. Однако. Он еще действует. А впереди у нас улица Мопра. Все прохладно. Улица Мопра. И перед выездом на нее обратим внимание на этот комплекс торговый. Мне здесь понравился магазин напольных покрытий. Прихожу в 2018 году. Нужно было мне на кухне купить линолеум. Нашел. Хороший линолеум такой. Повышенной устойчивости к истиранию. Посмотрю, цена 4000 где-то. Получается. Вот именно здесь. Магазин напольных покрытий. И подходит менеджер, девушка. Говорит, что вы хотели купить? А у меня тогда было 2600. Я говорю, да. Говорю, вот плохой покупать не хочу. А хороший стоит 4000. Не хватает мне. Так, это улица Латышских Стрелков. Так она говорит, подождите. Подходит к главному там у них сидел. Не знаю кто, директор или управляющий. Возвращается. Говорит, все, я договорилась. Берите за 2600. Представляете? 4 2600. Поэтому проехать мимо и не снять этот удивительный магазин я просто не мог. И, кстати, линолеум хороший. Мне понравился. Так, это у нас детский сад на улице Мокро. Сейчас я выйду на Комсомольскую улицу и закончу съемку. Проеду мимо ЦНТ и пенсионного фонда. Да, не везде еще просохло. Вот такие бывают чудеса в рыночной экономике. ЦНТ-4 отдали за 2600. Обычному покупателю. ЦНТ и... Слушайте, холодный ветер сегодня, явно северный. И подъезжаем мы к зданию пенсионного фонда. Красивое такое здание. Перекресток Мопро с Комсомольской. Общежитие Беденститута. Вот он, наш чудесный пенсионный фонд. Объясните, пожалуйста, дорогие сотрудники пенсионного фонда. Как при продолжительности жизни 64,5 года у нас мужчинам пенсию назначают 65? За свои слова и отвечаю. Подсчет производил на Троицком кладбище. Средняя продолжительность жизни мужчин 64,5 года, а женщин 72,5. И зачем в этом случае поднимать пенсионный этот срок выхода на пенсию? Куда пенсию-то носить? На кладбище, что ли? Как так? Человек всю жизнь работал, воплачил взносы. И не может ими воспользоваться. Это, как минимум, несправедливо. Вот такие мысли по поводу пенсионного фонда. Так, все. Конец сцены. Комсомольская площадь. Памятник героям комсомольцам. Я его, правда, летом уже снимал. Так. И хочу съездить на... Покататься по улице Нормандии-Неман. Сейчас вот туда нырну. Зафиксирую перекресток. Кстати, вот трещины такие на доме. Очень мне не нравятся вот те. Улица Нормандии-Неман и Комсомольская улица. Там у нас желтый Орловский пединститут. Теперь уже университет. И вот Бордово-Белое здание. Это музей военный. Опять-таки, проезжая между военно-исторического музеем, не могу не зафиксировать вот эту гаубицу. Эту. И танк. Он мне всегда казался таким маленьким. Но, тем не менее, это танк. Тут тоже образец интересный дорожной техники. Улица Нормандии-Неман. Названа в честь французской летной дивизии. Сражавшийся с гитлеровскими войсками. Еще вот скажу, что на этом месте раньше был кинотеатр Комсомольский. Его снесли и построили вот это сооружение. Что это, я не знаю. А это Смоленский храм. Смоленской иконы Божией Матери. Или иконы Божией Матери Смоленская. Ну, в общем, православный храм это. И в советское время здесь был хлебзавод. Ну, хлебзавод сейчас в другом месте. А здесь вот, пожалуйста, приходите. Очень хороший храм. Батюшка там был, Николай. Такой, невысокого роста. Умер, к сожалению. Добрый такой был человек. Так. Сейчас мы свернем на... Хочу здесь улицу одну найти. Пока паузу нажму. Сергей Жигулин, Олег Водяжкин. Привет вам, если смотрите. Ваши места проезжаю. Так. Это улица Песковская. Вот. Как она теперь выглядит. Дом какой сделали большой. Кто помнит, здесь магазин был в советское время. Ставьте лайки. Вот сюда и хотел заехать. В советское время тут был магазин. Магазина было мало в советское время. Поэтому и запомнился. А сейчас не знаю, что тут. Даже стекла побиты. Ну, как я обычно говорю, здание ждет своего владельца. Дальше. Даже пожарку. Еще разок проеду обратно. Там строится. Вот так вот. Как-то так. Да. А это улица Холодная. Улица Песковская. Улица Холодная. Ну, все. Выезжаем отсюда. Интересный райончик. Такой исторический. Все строится. Перестраивается. Такой старый дом из хорошего кирпича. Обожаю такие кирпичи. Да. Город меняется. Вот. Хотим того или нет. Приобретает новый вид. Дом какой высокий. Это я на улице Гагарина. Перекресток с Воскресенским переулком. Вот всегда меня восхищали такие маленькие образцы дорожной техники. Рем Спец мост. Нью Холланд. Очень интересные. Маленькие такие, не знаю как сказать, тракторочки. Вот, кстати, железка. Т.е. часть центрального рынка, где торгуют хостоварами. Там старьевщики есть. Вот как это называется. Ярмарка непродовольственных товаров. МУП УНП. Ну, а тут я в принципе уже снимал. Это вот Роспечать здания. Воскресенский переулок. А там впереди Комсомольская улица и Краеведческий музей. Тут в принципе известное место. Особо снимать его незачем. Ну, так просто. Доехал. Понравился мне этот тракторочек. Ну, это, наверное, все, кто смотрит мои ролики, понимают. Это идет реконструкция Красного моста. И памятник Ивану Грозному, основателю Орла. По части реконструкции видимых изменений не вижу. Хотя вот, подождите. Опоры уже начинают прикрывать листами. Приваривать там, не знаю, что это такое. Вот, вижу. Некоторые изменения есть. Да, работа идет своим ходом. И обратите внимание, с реки практически исчез лед. Так отдельные льдинки плавают. Действительно, погода стоит теплая. Лед растаял. Жалкие остатки покрытия зимнего пока еще видны. Под ним ходят утки. Утки. Утка-селезень сидят на парапете набережной. Утка-селезень плавают. Я бы так сказал, что селезень плавает с уткой или за уткой. И утка с селезнем сидят на льдине. Обратите внимание, три пары по разным локациям. На набережной парочка. Эти плавут, а эти сидят. Я так понял, эти плавут к ним в гости. Ну ладно. Вот. И хотел я сюда еще заехать. Снять этот прекрасный вид. И памятник. Ну, памятник. В принципе, я уже снимал. Ну, давайте зайдем. Астелла. Паводка не было в этом году. Насколько я понимаю, лед тихо растаял. А бывали годы, когда здесь просто потоп был. Если в интернете посмотрите. Ролик Орел. Наводнение 1970 год. Тут прям по уровню монумента льдины проплывали. Такой замечательный вид. У слияния Оки и Орлика. Вид на детский парк. Мостик пешеходный. Вода, к сожалению, грязная, мутная. Спасательная станция. Центральный пляж. Виднеется пока еще не работающее колесо обозрения Центрального городского парка. Вижу, льдино там проплывает. Ну, место такое историческое. Вот здесь как-то ветра нет. Хорошо. 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 Ну, собственно, и все. Вот этой сценой я и закончу сегодняшнюю велопрогулку. Спасибо вам за просмотры. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий из Орла. Подумал, что немного живности не повредит. Оживить картинку, так сказать. Да, уточки худенькие. Ну, кто из них пережил эту зиму, поздравляю. Теперь уже жизнь будет им полегче. Спасибо всем, кто их подкармливал. Правда, какие-то худенькие уточки. Ну, с этой стороны то же самое. Все, спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok